Для желающих окунуться в крещенскую купель администрация города создала необходимые условия на Штеровском водохранилище в районе бывшей турбазы Бригантина. Место для переодевания, горячий чай со сладостями, удобный нескользкий подход к проруби. Позаботились и об эстетическом виде. И купель, и территория вокруг украшены еловыми ветками. За порядком и безопасностью следили сотрудники полиции и МЧС. Участникам купаний спасатели объясняли основные правила и давали советы. Считается, что погружение в прорубь закаливает тело, помогает оздоровить организм и зарядиться бодростью. Верят в это и краснолучане. Собравшись с духом, участники крещенских купаний троекратно окунались в ледяную воду. Верят в ледяную воду. Ой, очень хорошо. А как водичка? Ну, холодная, но сейчас уже замечательно все. А вы впервые? Нет, я не первый раз. Уже раз в пятый, наверное. Водичка хорошая, теплая. Как парное молоко. Ой, прекрасные впечатления. Все очень нравится. Впервые? Нет, не в первый раз. Каждый год это делать? Не каждый год, чтобы прошлый год пропустила, а так стараемся каждый год, чтобы закаляться, быть здоровыми всегда. Для студентки Эльвиры крещенское купание – ежегодная традиция. Окунаться в прорубь она начала с детства. Как будущий медик, девушка уверена, что это хороший заряд для здоровья. Окунаюсь каждый год с 11 лет. Вот уже 19-й год мне, вот каждый год не пропускаю. Прежде всего это закалка для здоровья, сила воли. Вот, ну традиция у меня такая, ощущения какие хорошие. На душе хорошо, спокойно. До следующего года буду ходить. Чистая и заряженная. И все же не стоит забывать, что купание в крещенской купели – сильный стресс для организма. Для людей, которые никогда не занимались закаливанием, особенно. Поэтому специалисты рекомендуют готовиться к этому заранее. Прежде всего оценить состояние своего здоровья и внимательно ознакомиться с противопоказаниями. А погружаясь в ледяную воду, соблюдать все меры предосторожности. Новости телеканала Луч.